1954 год. Из Италии вылетает один из лучших в мире реактивных авиалайнеров. Этот самолет является самым современным в сфере роскошных и быстрых путешествий. Но спустя всего 26 минут с начала полета происходит катастрофический взрыв. 35 человек погибли. Трагедия потрясает страну. Команда следователей должна разгадать, почему этот современный самолет рассыпался на части во время обычного полета. То, что они обнаружат среди обломков, перевернет всю историю авиации и изменит пассажирские перевозки навсегда. Катастрофы происходят не просто так. Это цепь критических событий. Обнаружьте улики и отсчитайте секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. Падение кометы. Европа. 1954 год. По всему континенту усиливаются оптимистические настроения. Кошмары Второй мировой войны начинают угасать. Бывшие враги устанавливают новые связи. На континенте царит предпринимательский дух. Гражданская авиация находится на пике развития благодаря технологическим новшествам, введенными во время войны. Всего за два года число авиапассажиров выросло почти вдвое. Девять тридцать. Воскресенье. Десятое января. Римский аэропорт. Десятки самолетов взлетают и садятся здесь каждый час. У ангара стоит самолет, следующий рейсом 781-м, из Сингапура в Лондон. Он был построен британской компанией «Де Хевилдан Комет». Это чудо того времени и символ новой эпохи технологии. Комета — первый в мире пассажирский реактивный самолет, и он вдвое сокращает время перелетов по всему миру. Гордость Британии заявляет о своем превосходстве любому производителю самолетов в мире. В аэропорту «Хатфилд» мечта становится реальностью. «Комета», первый в мире реактивный авиалайнер, был разработан три года назад и будет готов к работе в течение 18 месяцев. В сравнении с ним все остальные пассажирские самолеты кажутся устаревшими. При создании революционной конструкции «Де Хевиленд» использовал свой нелегкий военный опыт. Самолет, оснащенный четырьмя новейшими реактивными двигателями «Гоуст», вмещает 42 пассажира и экипаж, при этом двигаясь со скоростью до 800 км в час, что почти вдвое быстрее скорости его ближайшего конкурента. Чтобы эффективно разгоняться до такой потрясающей скорости, самолет летит на высоте до 12 тысяч метров, где воздух менее плотный. Через 20 месяцев после запуска в использование поступило 17 таких самолетов. Девять из них принадлежат британской компании трансокеанских воздушных сообщений, иначе «Буак». 9.40 утра. Инженер авиакомпании Джерри Булл осматривает шасси «Кометы». Он проверяет, нет ли утечки топлива, не повреждены ли шины. Обычно ищут случайные повреждения. Насколько я помню, в тот момент никаких повреждений не было. Когда я осматривал его, я подумал, похоже, сегодня у нас чистый самолет. В 10 утра Булл заканчивает последние проверки. К нему присоединяется экипаж. Капитан Алан Гибсон. Ему 31 год, и он является одним из самых молодых пилотов авиакомпании «Буак». Капитан Гибсон был очень способным человеком. Он не впал бы в панику. Он был очень уверенным. На терминале римского аэропорта пассажиры этого современного лайнера наслаждаются завтраком. Среди них известный репортер BBC Частер Уиллмот. Недавно взошедший на трон королевы Англии совершал путешествие по Австралии. И он освещал это событие, а теперь возвращается домой. Частер – семейный человек, у него трое детей. Он особенно близок со своей десятилетней дочерью Джейн, которая родилась глухой. Она очень привязана к нему, хоть и не знает, что он один из знаменитейших репортеров Британии. Я очень любила его и знала, что он занят. Что его показывали по телевизору, что он писал книги. Но я не осознавала, насколько он был знаменит. Для меня он был просто отцом. Последний багаж отправляется на борт рейса 781. Сегодня самолет полетит с 29 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Один из пассажиров – 23-летний Бернард Баттлер. Бернард – электротехник, работавший в Бахрейне, чтобы скопить денег на предстоящую свадьбу. Его невесту зовут Пэт Кнайт. Они были помолвлены два года и собирались пожениться через две недели. Я уже приготовила платье для подружек невесты. Все приглашения были разосланы. Мы уже получили свадебные подарки. Все было распланировано. Бернард возвращается домой с сюрпризом. Он выбрал для Пэт свадебное платье. В 10.18 утра все проверки закончены. Капитан Гибсон ставит подпись, подтверждая, что все в порядке. Капитан Гибсон оказался очень спокойным. Ему не терпелось вернуться домой. Рейс 781 – один из пяти рейсов авиакомпании «Боак», вылетающих сегодня из Рима в Лондон. Остальные четыре осуществляются на пропеллерных самолетах старого поколения. В 10.19 взлетает самолет «Аргонавт» авиакомпании «Боак», также направляющийся в Лондон. У штурвала капитан Джонсон. В 10.30, спустя 11 минут после взлета «Аргонавты», «Комета» отправляется на взлетную полосу. Вышку говорит рейс 781. Мы готовы к взлету. Вас понял. Центр управления полетами дает разрешение на взлет. Минутой позже высокотехнологичный самолет поднимается в воздух. Условия полета в этот солнечный день прекрасны. Перелет до Лондона займет ровно 2 часа 37 минут. Реактивный самолет должен прибыть в Лондон на 2 часа раньше, чем пропеллерный «Аргонавт». В 10.38 рейс 781 поднимается до высоты в 11 тысяч метров, вдвое выше, чем любой пассажирский самолет. Чтобы пассажиры могли нормально дышать, один из членов экипажа управляет системой регулирования давления в кабине. В то время как комета поднимается, давление в салоне остается таким же, как на высоте в 2,5 тысячи метров. Уровень, легко переносимый человеческим организмом. Но некоторым пассажирам не так просто привыкнуть к новым условиям. Тем не менее, вскоре они адаптируются и откидываются в креслах. Они еще не знают, что им не суждено долететь до Лондона. 1954 год. Современнейший реактивный авиалайнер «Комета» взлетел из римского аэропорта, направляясь в Лондон. На борту находятся 29 пассажиров и 6 членов экипажа. Во время набора высоты капитан Гибсон получает сообщение от капитана Джонсона с «Аргонавта», взлетевшего несколькими минутами ранее, но двигающегося медленнее. Все пилоты используют позывные самолетов. «Хауджик» для «Аргонавта» и «Йорк Питер» для «Кометы». Вы можете пройти на высоте облаков прямым курсом. Мы находимся на высоте 6,5 тысяч метров и дадим вам знать, когда пройдем. Вас понял конец связи. В 10.42 капитан Гибсон вызывает центр управления полетами. Центр – маячок на отметке в 5700 метров. Самолет полетит на северо-запад, вдоль итальянского побережья, высоко над Средиземным морем. В 10.51 капитан Гибсон снова вызывает «Аргонавт». «Хауджик» от «Йорк Питера». «Йорк Питеру» от «Хауджик». Вы получили мое сообщение? Сообщение обрывается на середине. «Йорк Питер, Йорк Питер, ответьте!» Капитан Джонсон не получает ответа и связывается с римским аэропортом. «Мы потеряли связь с рейсом 781. Они будто исчезли. Вы можете связаться с ними?» В 10.56 вышка аэропорта пытается связаться с кометой, но безуспешно. Они опасаются, что случилось нечто ужасное. В 200 километрах к северо-западу, на острове Эльба, группа итальянских рыбаков готовит снасти. Среди них находится 33-летний Луиджи Паппи. В то время, как они работают, происходит нечто необычное. Воздух всколыхнулся, а затем был взрыв. Это было похоже на гром, но я никогда ничего раньше не слышал подобного. Они с удивлением смотрят, как горящие обломки падают с неба. В 11.15 Центр управления полетами получает сообщение о том, что самолет упал в море близ острова Эльба. Их худшие опасения подтвердились. Новости доходят и до Джерри Булла. Старший инженер сказал мне «Плохие новости, Джерри». Я посмотрел на него, и он продолжил. Комета упала. Пустоту и онемение, охватившее меня, нельзя описать. А затем проскочила мысль «Я забыл что-то сделать». В 12 часов по центральному времени Гринвича семья Честера Уилмота приезжает в аэропорт Хитроу в западном Лондоне, чтобы встретить репортера Би-Би-Си. День был ужасно холодным. Мы прибыли в аэропорт за 10 минут до прилета. Пэт Кнайт приезжает с другом после 4-х часов пути из Ноттенгема. Ей не терпится вновь увидеть Бернарда. В 1200 километрах небольшая плотилья рыбацких кораблей отплывает от острова Эльба к месту крушения. Сначала мы не видели ничего. Затем заметили стаю чаек, сидящих на чем-то, и отправились прямо туда. И это оказалось местом падения самолета. Это была пугающая сцена. Тела и обломки плавали в воде. Среди всего этого было белое свадебное платье. Час и 30 минут. Рейс 781-й задерживается больше, чем на час. Персонал аэропорта помечает самолет как задерживающийся. Джейн Уилмотт внимательно следит за табло прибытия. Мать хотела чем-то меня занять. Она постоянно посылала меня посмотреть на расписание. Но самолет задерживался. Внезапно Джейн обнаружила, что все ссылки на рейс 781-й были убраны. Она решила спросить в приемной. Я спросила, почему его нет на табло? Почему его убрали? Боюсь, в данный момент я ничего не могу сказать. Мы не можем сказать тебе. С тобой есть кто-нибудь? Сходи за мамой, я хотела бы с ней поговорить. Эдит Уилмотт отвели в соседнее помещение. Дети остались ждать снаружи. Они все еще были уверены, что самолет отца задерживается. Тогда я думала, что это обычная задержка. Несколько минут спустя Эдит вернулась шокированная и почти в слезах. Она сообщает детям, что Честер погиб. Джейн больше никогда не увидит своего отца. Я не могла поверить, что это случилось. Я была очень расстроена. Я знала, что он должен был прилететь к моему дню рождения. Но я говорила, что это не его вина, ведь пилотом был не он. Неприятная работа по информированию родственников и друзей продолжается. Патрисия Кнайт не может поверить услышанному. Нам сказали, что самолет упал, и они не знали, нашли тела или нет. И мы ничего не могли сделать. В один момент все мечты Пэт о будущем рассыпались. В Италии рыбаки взялись за трудную работу по вылавливанию тел. Это был шок. Каждый раз, когда мы приближались к телу, мы кричали «Идите сюда!» Так как нам казалось, что они еще живы, и глаза были открыты. Но когда мы подходили ближе, было видно, что они мертвы. 35 человек, пассажиры и экипаж, погибли на борту кометы рейса 781. 15 тел было найдено. Выживших не было. Мертвых перевезли в небольшую капеллу в Порт-Азурро. Местные молились, дети несли цветы. Ужасная катастрофа попала в заголовки по всему миру. Вопрос, который задавали все, звучал так. Как мог самый современный авиалайнер в истории авиации просто упасть с неба? Был ли это трагический инцидент или же нечто иное? В 1954 году загадка крушения кометы охватила всю Британию. Через несколько часов после катастрофы команда экспертов начала технический осмотр комет. Они должны были понять, была ли это ошибка в дизайне или же производственный брак. От этого зависела лидирующая позиция Британии на рынке пассажирских авиаперевозок. Дальнейшее расследование оказалось одним из самых сложных и значимых в истории авиации. Углубившись в расследование, мы можем раскрыть цепь критических событий, приведшую к падению рейса 781. Пол Уайти, авиационный металлург. Шесть лет он изучал материалы расследования по комете и является экспертом в этой сфере авиационной безопасности. Уайти знает, что без установленного протокола для расследования авиакатастроф это было почти эпической задачей. Трудности, с которыми они столкнулись как команда следователей, заключалась в разработке новой техники изучения больших авиакатастроф. И по ходу расследования им приходилось придумывать проверки и методы их выполнения. Но Уайти должен убедиться, что это примечательное дело действительно было доведено до истины. Впервые за 50 лет он вновь изучает важные улики. Если он обнаружит, что их выводы оказались неправильными, вся история расследования авиакатастроф будет переписана. С самого начала перед командой стояла сложная задача. В 1954 году не было ни черных ящиков, ни записи полетных данных, не было возможности узнать, что происходило на самолете во время аварии. Их лучшая улика — сам самолет лежит на дне Средиземного моря. Без останков самолета команде придется раскрыть эту тайну с минимальным количеством улик. Через некоторое время пресса распускает слухи, что причиной крушения мог быть саботаж. Это были ранние годы Холодной войны, и были опасения, что это могли сделать коммунисты. Саботаж — заложенная бомба. Эти слухи появились быстро. Все считали, что это причина аварии. Бомбу могли спрятать на борту, пока в самолет грузили дополнительный багаж. Это лишь теория. Но если она оправдается, то рассеет сомнения в безопасности самих комет. Так как гордость и процветание нации зависит от успеха комет, за расследованием внимательно наблюдает сверху сам Уинстон Черчилль. Если в крушении виноваты саботажники, у следователей должны быть неоспоримые улики. Они знают, что рейс 781-й летел на высоте около 11 тысяч метров, когда по какой-то причине он развалился на куски и упал. Итальянские рыбаки дали некоторые показания. «Я видел огромный вращающийся огненный шар, упавший в море. Он оставил большое облако дыма». Капитан Джонсон, пилот «Аргонавта», еще больше запутывает загадку. Радиосвязь оборвалась на полусловие. Все оборвалось в момент. Но самая большая загадка – сами жертвы. В течение нескольких часов после катастрофы итальянский патологоанатом доктор Антони Форнари изучил тела. Несмотря на обширный опыт, доктор Форнари обнаружил повреждения, каких никогда раньше не видел. Сломанные конечности и ребра, травмы, полученные уже после смерти. Но запутало Форнари то, что у многих были потрескавшиеся черепа. И эти повреждения были получены еще до смерти. Он нашел еще одну улику. Почти у всех жертв были обширные повреждения легких. Многие были разорваны, будто взорвавшийся воздушный шарик. В дополнение ко всему, Форнари не обнаружил следов взрыва бомбы. Это очень страшная картина, и он в замешательстве. Со столь малым количеством улик расследование заходит в тупик. Озабоченный этим делом, премьер-министр Черчилль собирает советников и идет на невиданный ранее шаг. Черчилль приказывает Королевскому флоту поднять останки рейса 781 со дна. Его приказы просты — найти и поднять комету. Тем не менее, сама задача не из легких. До этого подобные операции ни разу не проводились. Останки лежат на глубине в 120 метров, и никто точно не знает, где. Если бы в наши дни самолет разбился бы подобным образом, передатчики из черного ящика сообщили бы следователям и спасательной команде о местонахождении и крушении. Но у флота не было такой информации. Противоподлодочный фрегат «Вранглер» обыскивает часть моря площадью в 260 квадратных километров. Три подъемных судна находятся рядом. Они экипированы последним по тому времени оборудованием, включая подводную камеру и камеру глубоководного наблюдения. Но работу тормозит плохая погода. Затем, 12 февраля, через 33 дня после крушения, эксперты распознают на показаниях камер первую часть обломков кометы. Ныряльщики опускаются на дно. Следующие несколько недель мелкие обломки поднимались на поверхность и отправлялись в Англию на обследование. Затем была обнаружена крупная находка. Большая часть заднего фюзеляжа обнаружена и поднята на поверхность. Тем временем кометы в Лондоне стоят в ангарах. Убытки составляют 50 тысяч фунтов в неделю. В эти самолеты были вложены огромные суммы, и их стремятся запустить назад как можно скорее. 23 марта, через 10 недель после катастрофы, британское правительство дает авиалинии разрешения возобновить полеты. Авиалайнер «Комета» вот-вот взлетит из лондонского аэропорта по направлению в Йоханнесбург. На повторном запуске присутствовала пресса и телевидение. Председатель авиакомпании «Боак» сэр Майлс Томас публично выражает свою уверенность в кометах. Очевидно, мы не разрешили бы кометам перевозить пассажиров по всему миру, если бы не было полностью уверенности в том, что их состояние и условия приемлемы. Обломки рейса 781 по одному прибывают в Англию. Следователи опознают и отмечают каждую деталь. В одном из ангаров плотники строят деревянный макет кометы. С накоплением обломков они устанавливают каждый кусочек на этот скелет. Теперь, когда кометы снова на службе, более чем когда-либо необходимо установить причину катастрофы. От этого зависят жизни сотен пассажиров. Апрель 1954 года. В то время как следователи пытаются найти причину падения рейса 781, британское правительство дает разрешение на возобновление перелета в комет. Это ужасная ошибка. В 18.32 вечера, 8 апреля, через 16 дней после возобновления полетов, комета взлетает из Рима, направляясь в Египет. На борту 14 пассажиров и 7 членов экипажа. Через 33 минуты после взлета пилот сообщает, что он взял курс и летит на высоте 11 тысяч метров. Это его последнее сообщение. Погибает еще 21 человек. Новости шокируют весь мир. Спустя менее двух недель после заявления о том, что кометы совершенно безопасны, председатель авиакомпании Боак публично признает, что он был неправ. Очевидно, мы не можем продолжать пассажирские перевозки на кометах, пока катастрофа не будет полностью исследована. Сходство между двумя случаями очевидно. Оба самолета были перезаправлены и проверены в Риме теми же инженерами, включая Джарри Була. Невозможно еще раз смириться с тем, что упал еще один такой же самолет и снова были потеряны человеческие жизни. Оба самолета летели на высоте примерно 10 тысяч метров. Оба вскоре после этого упали в море. Должно быть, в самом самолете есть какая-то брешь. Черчилль действует решительно. Он передает расследование в руки Королевской авиационной организации, лидирующему исследовательскому центру Британии. Возглавляет расследование сэр Арнольд Холл. У Холла впечатляющая репутация. Он является выпускником Кембриджа и одним из ведущих ученых своего поколения. Но даже для него это будет непростой задачей. Обломки второго самолета лежат под тысячей метров воды и поднять их невозможно. Надежда лишь на то, что если удастся установить причину крушения рейса 781, она объяснит падение второго самолета. Следующие шесть месяцев обломки рейса 781 методично собираются в штаб-квартире сэра Арнольда Холла Фарнборо. Это невероятная работа. Никто и никогда ранее не собирал повторно самолет таких размеров. И команде следователей приходилось придумывать и разрабатывать методы и инструменты, чтобы повторно собрать сильно поврежденный самолет. Исследуя каждый из обломков, они находят интересные зацепки. Кусочки кивра, таблетки из аптечки, уголок зеркала, вещи из багажа пассажиров. Все это найдено в конце фюзеляжа, под основанием хвоста. Это говорит о взрыве в передней части отсека, отбросившем все вещи в хвост самолета. Но вопрос в том, где и как произошел взрыв. Так же, как и обломки, некоторые жертвы дают небольшие зацепки. Четыре тела, найденные на месте второго крушения, отправлены в Британию. Патолого-анатомы обнаружили те же повреждения, что и у жертв с рейса 781, потрескавшиеся черепа и разорванные легкие. У Холла есть предположение. Мог ли весь самолет взорваться, как воздушный шарик? Салон для пассажиров находится под высоким давлением, чтобы тем было комфортнее. Следовательно, алюминиевая обшивка кометы крайне напряжена. Любая структурная неполадка ее могло разорвать. На пассажирских самолетах еще ни разу не происходила такая быстрая декомпрессия, но Холл и его команда уверены, что это может объяснить ужасные повреждения. Чтобы проверить свою теорию, они готовят эксперимент. Команда строит макет фюзеляжа в масштабе 1 к 10. В салоне находятся 28 миниатюрных кресел и 6 кукол. Макет помещается в барокамеру. Когда давление достигает 3,7 килограмма, эквивалент полета на высоте 12 тысяч метров, команда разрывает модель. Высокоскоростная камера запечатлевает результат. Быстро выходящий воздух вызывает огромное выделение энергии. Кресло вырывает и подбрасывает в воздух. Куклы взлетают вертикально и бьются головами в потолок салона. Это графическая демонстрация феномена, который отлично известен Полу Уайте. Давление во время разрыва салона эквивалентно взрыву 200-килограммовой бомбы прямо посреди салона. Эксперимент объясняет, как жертвы обоих крушений получили эти ужасные травмы головы. И не только эти. Внезапная перемена давления вызвала расширение воздуха в легких жертв, в результате чего легкие мгновенно взорвались. Если взрывная декомпрессия объясняет то, что случилось с обоими самолетами, то теперь команда должна выяснить, что вызвало ослабление структуры фюзеляжа. Но повреждение в алюминиевой обшивке кажется невозможным. Тесты производителей показывают, что естественная продолжительность работы фюзеляжа — более 10 тысяч полетов, гораздо больше, чем совершили два разбившихся самолета. Тем не менее, сэр Арнольд — не тот человек, что оставит что-то непроверенным. Он решает подвергнуть весь корпус проверки. Прежде чем начать тесты, команда внимательно изучает устройство кометы. Они обнаруживают, что, чтобы выдерживать напряжение, вызванное изменениями давления, обшивка самолета должна быть крайне прочной, но также крайне легкой. Чтобы добиться этого, «Де Хевиланд» разработали обшивку из легкого сплава алюминия всего полмиллиметра толщиной. Обшивка кометы была настолько тонкой, насколько это было возможно при подобных нагрузках. И она была закреплена настолько прочно, насколько возможно. Сэр Арнольд готовит тест, чтобы испытать прочность фюзеляжа. Этот эксперимент совершенно отличается от всего, что они делали ранее. Для этого требуется огромный резервуар с водой, 34 метра в длину, 7 в ширину и 5 в глубину. Команде инженеров требуется 7 дней постоянной работы, чтобы сделать это. Все команды работают, не покладая рук. Они трудятся 24 часа в сутки, работают сменами, спят прямо на работе. К 29 мая все готово. С кометы снимают двигатель и верхнюю часть кабины. Пустой самолет аккуратно погружают в резервуар, оставляя крылья с обеих сторон. Инженеры наполняют резервуар и самолет водой. Когда они заполнены, внутрь самолета подается еще вода, создавая давление, аналогичное давлению при полете. Через 5 минут давление понижают. Каждая проверка подвергает самолет напряжению эквивалентному одному полету на высоте 12 тысяч метров. Сэр Арнольд планирует испытывать фюзеляж вплоть до разрушения. Это может занять до пяти месяцев. Эксперимент продолжается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При технологиях 50-х годов это утомительная работа. Сегодня мы не стали бы использовать резервуар с водой, мы бы использовали компьютерное моделирование и симуляцию, чтобы понять, как повел бы себя самолет. Параллельно проверке также тянутся другие линии расследования. В середине июня, через 5 месяцев после крушения рейса 781, команда собирает две трети фюзеляжа на деревянном каркасе. Половина крыла лежит на полу. По разрывам металла стало ясно, что самолет действительно подвергся быстрой декомпрессии и был разорван на части. Отследив повреждения до начала, они считают, что неполадка случилась в передней части фюзеляжа, где-то между салоном и кабиной. Должно быть, хвосты и задняя часть фюзеляжа оторвались от основного салона. За ними последовала задняя часть крыла, но, а затем и концы крыльев. Кабина оторвалась, когда самолет несся к земле, и, наконец, топливо из крыльев подожгло обломки. Но точная причина катастрофы пока остается загадкой. 24 июня сэр Арнольд Холл получает звонок, меняющий все. Команда, проводившая тесты с водными резервуарами, совершила прорыв. Менее чем через месяц после начала тестов эквивалент примерно трех тысяч полетов фюзеляж кометы разрывается. Инженеры тут же спускают в воду, и сэр Арнольд изучает повреждения. Появился огромный разрыв в обшивке самолета. Два метра в длину и один метр в глубину. Разрыв идет по линии окон и дверей самолета. Это шокирующее, но важное открытие. Они обнаружили слабое место в структуре кометы. Все самолеты данного типа имели эту слабость. Все были ошарашены. Де Хевиланд точно были ошарашены, ведь они не ожидали, что корпус кометы так быстро начнет разваливаться. Но что вызвало эти повреждения? Есть подозрение, что это феномен, известный как усталость металлов. Он хорошо известен Полу Уайти. Это кусок листа алюминия, подобной обшивке кометы, но гораздо тоньше. Одним сгибом его не повредить, но если делать это повторно, усталость вызвана тем, что металл постоянно выгибают в одну сторону, ну а затем в другую. Вы сами видите, 3 или 4 миллиметра на листе. Через некоторое время начинают образовываться трещины. Трещина идет по образцу дальше и дальше. Трещины постепенно разрастаются, и в результате деталь разваливается. Но под это объяснение попадают две проблемы. Усталость металла оставляет микроскопические следы на поверхности. Несмотря на то, что технология по обнаружению этих следов в 50-е годы лишь появилась, ни одна из деталей, поднятых со дна, не показывала этих следов. Во-вторых, перед выпуском комет производители провели обширные проверки на усталость, чтобы выяснить, как фюзеляж отреагирует на постоянные нагрузки. Тест был пройден без проблем. Сэр Арнольд и его команда знают, что должны найти твердые доказательства своей теории. Они должны найти деталь рейса 781, на которой остался след усталости. Сэру Арнольду нужно было определить источник трещины, и он знал, что может найти его где-то на корпусе. Лишь одна деталь скрушения была нужна, чтобы подтвердить результаты расследования. Но эта важная улика все еще лежит на дне Средиземного моря. 1954 год. Следователь Сэр Арнольд Холл уверен, что причиной двух крушений комет был разрыв тонкой обшивки самолетов. После уникального теста салона на давление команды исследуют двухметровый разрыв вдоль одной из сторон фюзеляжа. Они делают ошеломляющие выводы. Проследив разрыв, они обнаружили, что он находится у переднего люка. Это неудивительно. Нагрузка на самолет должна быть ровно распределена по всему фюзеляжу. Но когда прорезаются двери и окна, конструкция ослабляется, и нагрузка концентрируется вокруг ослабленных областей. Чтобы вести расследование дальше, они снабжают еще один самолет датчиками напряжения, измеряющими нагрузку на корпус. Результаты шокируют. Во время полета нагрузка на окна и двери самолета достигает 70% от максимальной прочности. Это в четыре раза больше, чем у всей остальной обшивки. Такая нагрузка опасна, и она в два раза больше, чем задумывали конструкторы. Опоры вокруг окон приклепаны, а не приклеены, как было изначально задумано. Проблема в том, что заклепки вбиваются, а не вкручиваются в металл. Эта процедура создает миниатюрные производственные дефекты, которые при постоянных полетах могут превратиться в трещины. Присутствие производственных дефектов в таких напряженных областях означает, что вероятность трещин от усталости металла крайне высока. Сэр Арнольд и его команда уже близки, но они еще не разгадали загадку до конца. Они не нашли следов усталости ни на одной детали с рейса 781. Позже, 12 августа, через 7 месяцев после крушения рейса 781, итальянский траулер находит большой кусок останков. Это оказывается частью крыши фюзеляжа. В этом куске есть два небольших окна для отправки и принятия радиосигналов. Сэр Арнольд Холл изучает эту деталь в Фарнборо и немедленно находит то, что искал. На одном из отверстий от заклепки в углу одного из окон видна маленькая трещина. Когда они соединяют эту часть с остальными, они обнаруживают, что все трещины ведут к этой точке. У них есть недостающая улика. Будущие комет, первых в мире реактивных пассажирских лайнеров, зависят от решения комиссии по расследованию. Во вторник, 19 октября, спустя шесть месяцев напряженной работы, сэр Арнольд Холл представляет результаты комиссии по расследованию. Одна деталь поражает Уайте. В 1954 году техника анализа усталости металла лишь начала появляться. Последняя часть останков была изучена с помощью обычного микроскопа, и выводы были сделаны, исходя из опыта команды. Сегодня эта часть останков хранится в Лондонском музее науки. Пол Уайте лично отправляется изучить этот исторический предмет. До сих пор никто не использовал современные методы, чтобы повторно изучить улики. Используя изобретение 21 века, Уитни хочет вновь взглянуть на останки и проверить, прав ли был сэр Арнольд. Чтобы сохранить поврежденную часть, она была закреплена на пластине. От отверстия заклепки тянется трещина, которая стала причиной катастрофы. Чтобы изучить повреждения более детально, Уайте делает отпечаток важного участка, используя смесь на основе силикона. Затем он изучает образец в Королевском колледже в Лондоне, используя электронный микроскоп. Увеличив изображение в 200 раз, Уайте увидел то же, что и сэр Арнольд. Это трещина, которую мы видели на обшивке кометы. Сэр Арнольд и его команда могли разглядеть ее с помощью техники того времени. Но увеличив изображение в 800 раз, Уайте видит то, что сэр Арнольд не мог увидеть. Он находит производственный дефект, вероятно, появившийся, когда заклепку вбивали в металл. Рост трещины был вызван производственным дефектом. Эта картинка доказывает правоту сэра Арнольда Холла и его команды и подтверждает их теорию. Спустя 52 года после самого потрясающего и инноваторского расследования в истории авиации, Пол Уайте подтверждает, что результаты сэра Арнольда Холла были верны. Теперь, промотав все события, ведущие катастрофе и используя найденные улики, мы можем показать, как упал рейс 781. 10 часов 31 минута 10 января 1954 года, 26 минут до катастрофы. Рейс 781 взлетает из римского аэропорта. Дизайн самолета включает в себя крайне тонкую алюминиевую обшивку. Заклепки, вбитые в самолет во время сборки, создают микроскопические трещины. Во время каждого полета система контроля давления дает огромную нагрузку на фюзеляж, влияющую также и на обшивку, особенно вокруг окон и дверей. Постоянные перепады давления превращают производственные дефекты в трещины от усталости металла, и с каждым полетом трещины становится все больше. 19 минут до катастрофы. Рейс 781 поднимается до 11 тысяч метров. Во время подъема давление растет, а с ним и напряжение обшивки. 10.51. Пилот кометы капитан Гибсон отправляет радиосообщение. 5 секунд до катастрофы. Трещина достигает 2 сантиметров в длину, и обшивка самолета разрывается. В 10.57 куски рейса 781 падают с неба. 35 человек погибли. На острове Эльба находится мемориал людям, погибшим более 50 лет назад. Боль этой трагедии никогда не будет забыто, но научное понимание, добытое в ходе расследования, может хоть немного ее облегчить. Я знаю, что моей матери стало легче от того, что тесты, которые они провели после крушения кометы, помогли спасти жизни других людей. Четыре года спустя кометы вновь были допущены к полетам, но они не достигли того коммерческого успеха, что им пророчили ранее. За это время американская компания «Боинг» разработала свои собственные реактивные пассажирские самолеты и стала доминирующей в мире авиации. Компания «Де Хэвиланд» пришла в упадок и позже была перекуплена. Пассажирские перелеты изменились навсегда.